В Якутске на неоткрытых ледовых переправах появились народные тропы, тогда как есть более безопасные варианты перейти на тот берег. Люди рискуют жизнью и выбирают пеший путь, а в скором времени, как прогнозируют сотрудники ГИМС, на неокрепший лед начнут выезжать машины. Продолжит Марьяна Кутукова. В переправах от Асы Павловск народная тропа здесь появилась в первых числах ноября. Перейти на другой берег занимает 15 минут ходьбы. Здесь самое узкое место для подъезда автотранспорта. Вот здесь вот, например, автотранспорт с этой стороны и с той стороны, да, вот, с косы подъезжает. Здесь самое такое интенсивное движение пешеходов. И мы регулярно выезжаем в это место, да, проводим профилактические беседы. Неравномерная толщина льда – главная опасность, которая подстерегает людей на переправе. Безопасным для перехода человека считается лед от 10 сантиметров. На данном участке 19 сантиметров. А если мы еще дальше пройдем, там еще тоньше, потому что течение больше, там еще меньше будет. Ледовую дорогу Хатасы Павловск ориентировочно откроют с 21 ноября. Все зависит от погоды. От природных условий зависит и перевозка на воздушных подушках. Она продлится еще 8 дней. На сегодня это единственный и самый безопасный способ перейти на тот берег. Мы приехали из Усть-Алданского района. Для пожилых и пассажиров с детьми воздушные подушки – самый лучший вариант. Проезд составил 1000 рублей. За внуков заплатила по 300 рублей. Нынче осень, конечно, очень тяжелая была. Густой ледоход шел, шугоход осенью. Лед сильно был такой громадский, по полтора-два метра друг на друге. Даже ледокол застревал. Наши ребята старались, конечно, на ботах перевозить. Как бы сказать, без остановки работали. Один день, правда, авиация помогла. 200 людей, 200 человек они перевезли. Суда на воздушные подушки работают с 7 утра до 6 вечера. Сегодня ледовый мост расчищен. Однако перевозчики опасаются, что на неокрепший лед скоро выйдут автомобили. Тогда переправа окончательно встанет как для судов, так и для транспорта. Напомню, что штраф за несанкционированный выход на лед составляет от 3 до 5 тысяч рублей.